В магазин зашли две женщины, представились сотрудниками Роспотребнадзора и предложили купить свидетельство добросовестного предпринимательства за две тысячи. В дальнейшем по квартально оплачивают 700 рублей. У них были какие-то файлики, там папка с документами, но были вложены какие-то бумажки, и определенно в каждой бумажке, я увидела, по две тысячи лежали, как бы кто-то, видать, уже соглашался. Вымогатели-мошенники представляются специалистами отдела Роспотребнадзора, Роспотребнадзора, администрации, налоговой инспекции и силовых структур за свои услуги и откровенное крышевание требуют деньги. В кабинете у предпринимателя Валентины Кириенковой злоумышленники провели около часа. Смотрели документы, изучали все досконально. За что зацепиться, так и не сумели найти, зато вынудили предпринимателя купить свод федеральных законов за две тысячи рублей. Объяснили законы новые, брошюра обязательно пригодится в будущем. Лжепроверяющие не удержались от мелких замечаний. Так проверка выглядит весомей и достоверней. Уголок проверил, у вас не полностью, у нас все полностью, мы пять лет существуем, у нас претензии не к торговым, у вас нет о федеральных законах, сейчас все новое вышло. Покажите все ваши документы, какие есть. Я его провела в офис, показала ему документы, но именно вот этого обновленного у вас нет, вы обязаны это купить. Надо было мне сразу в торговый позвонить. Я выписал мне квитанцию, взял две тысячи рублей. Все составлено грамотно и не подкопаться на квитанциях и сертификатах указано мелким шрифтом. Предприниматель добровольно вступил в некую программу и заплатил членский взнос. Уважаемые предприниматели, будьте внимательны, предупредите своих продавцов. За вас защищает закон о защите прав предпринимателей и юридических лиц при осуществлении контроля. Никакого отношения Роспотребнадзора к данным, не знаю, как назвать даже мероприятиям, не имеет. Значит, никогда контрольные органы не взимают плату за проведение контрольных мероприятий. Это первое. Никакие листы, какие-либо сертификаты не освобождают вас от проверок Роспотребнадзора. Проверки в соответствии с законом проводятся или по плану, который утвержден Генеральной прокуратурой и уже в декабре месяце в конце вывешивается на сайт Генпрокуратуры и Роспотребнадзора, либо же по жалобам и обращениям, которые, возможно, будут на ваш объект. Но эти проверки обязательно идут с уведомлением. Никаких проверочных мероприятий специалисты Роспотребнадзора не проводят непосредственно сразу. И, естественно, никаких денег никогда не взимают и ничего не продают и не предлагают. Предприниматели должны знать. Специалисты просто так с проверкой не приходят, и денег при этом за услуги не требуют. А печать липовых корочек сегодня дело пяти минут. Существует закон о защите прав предпринимателей. Если намечены проверки, о них сообщают заранее. При плановой проверке за три дня, а при внеплановой – за 24 часа. Дополнительная мера против таких фактов мошенничества предпринимателей и юридических лиц вызывают лично в госучреждение или федеральную службу. И вручают уведомления о предстоящей проверке. Если к вам на объект пришли какие-либо организации или люди, будьте внимательны, разберитесь, кто пришел, что пришел, и что, как говорится, им от вас нужно. Если они будут представляться сотрудниками Роспотребнадзора, пожалуйста, звоните 3 27 84 немедленно и в прокуратуру, либо в милицию вызывайте. Никакие ООО или частные лица не обеспечивают работу отдела Роспотребнадзор, администрации и других контролирующих ведомств. И тем более не взимают средства за проверку или выявленные нарушения. Предприниматели также не обязаны покупать сертификаты и платить членские взносы общественным организациям, если это, конечно, не входит в планы помощи мошенникам.